здарова народ перед нами топовый советский выбор это у нас выбор 2106 о чем нам говорит вот это вот надпись но если вам такую надпись не показывают или если он грязный сейчас я вам покажу как вы можете определить вот этот вот карбюратор действительно ли это выбор 2106 или вам хотят подсунуть выбор 2101 и так начнем этот топовый почему топовый карбюратор потому что у него есть и здесь для электромагнитного клапана гнездо и 330 винт то есть из выборов это самая развитая по системе холостого хода модель к кроме того интересная особенность в том что вот холостой ход канал от винта качество идет вот по такому вот интересному маршруту тут он поворачивает в него подмешиваются картерные газы которые опускаются отсюда и уже они вместе с тепленькими газами перемешавшись вот вылетают из этого от отверстия ровно в середину корпуса между дросселями вот такая вот у него хитрая система а здесь вот находится переходная система то есть ее два отверстия у выбора 2101 вот этого и вот хитрой системы нету так так что у вас есть два признака вот это вот шайба здоровая заглушка но или место под нее и следующее это в блоке дросселей вот такая вот история дальше главные диффузоры 23 миллиметра 1 24 миллиметра 2 самые большие диффузоры выборов ских карбюраторов это выбор 2106 смотрим дальше истинным признаком настоящего олдскульного выбора являются вот эти вот винты смотрите вот все винты должны быть и грубые под прямой шлиц стальные старые вот видите какие вот это действительно признак старого выбора оригинального еще тех времен кроме того на пусковом устройстве вот видите какое вот здесь вот жирнющее литье это тоже признак старого выбора то есть на нем еще не экономили она идет на скос вот здесь в новых модификациях а здесь вот напрямую и большое количество сплава так ну и в принципе по внешним признакам можно сказать что все а внешний признак я еще вам один подкинул тот который влияет на функционал это то что нам подсказывают вот эти вот два места как видите они одинаковые без разных дополнительных чеканок вот я вам сейчас покажу другую крышку здесь видите что-то за чеканина свинцом и за чеканина здесь система иконостата вот у нее есть три жиглера эта система работает на оборотах где-то там после 4000 когда вам нужна максимальная мощность от вашего двигателя получается что этот выбор у него нету вот этой системы зато зато у него есть два малых диффузора четверочки это тоже отличительная черта выбора 6 на шестерки вот такие вот у нас получаются основные признаки этого корпоратора внешне и сейчас его быстренько разбарахулю и покажу вам что у него внутри если вы являетесь человеком который уже знаком с карбюраторами например в своих руках крутили карбюратор озона или выбор другой модификации то крышка для вас вообще ничем интересным не будет потому что здесь все абсолютно то же самое блок очистки тот же поплавковый узел тот же ну все то же самое просто один в один единственное что вот система иконостата просто отсутствует а так все по классике дальше тут у нас та же история все настолько обычно и привычно что вот в таком виде несмотря вот сюда можно его даже перепутать с озоном семеркой потому что он ну вообще очень-очень похож конечно главное диффузор найти и теперь уже посмотрим на жиклера воздушные жиклеры и первая и вторая камера у нас идут 150 здесь какая-то стрёмная чеканка ну на всякий случай можно его проверить у меня же есть советские калибры которыми я жиклера могу проверить откалибровать его четко 150 он не болтается сидит ровненько так что маркировочка у него то что надо правильный жиклер а этот 150 может быть такое что циферка правильная а дырка неправильная вот здесь тоже 150 четенький жиклер так что в любом карбюраторе было бы хорошо конечно проверять жиклеры перед установкой потому что всякое бывает бывает люди их растачивают распиливают а бывают бракованные такие что размер у них меньше чем положено так смотрим дальше теперь уже смотрим на топливные жиклеры главные дозирующие системы по книге должен быть в первой камере 130 так 135 или 130 короче тут что-то не очень понятно опять калибры нам пригодятся 130 лезет 135 не лезет все значит 130 и жиклер в первой камере так как и положено вторая камера маркировочку посмотрим на всякий случай 140 хорошо проверяем четко вот сидит остановился дальше не лезет о такой вот тугенький 140 вторая камера тоже правильная эмульсионные трубки эмульсионные трубки у этого карбюратора бывает встречаются выборовские бывают встречаются озоновские но по моему чаще они уже идут озоновские с широким верхним пояском потому что выбор первых модификаций поясок заканчивался выше вот так что я думаю это уже зависит от конкретного какого-то случая как они там стояли на конвейере а так обычная эмульсионная трубка ничего особенного в нету еще один признак старого олдскульного карбюратора это на носике вот эти вот пымпаки не знаю как их назвать приливы и меточки отливка ну короче вот эти вот штучки вот они встречаются действительно старых версиях карбюраторов если у вас там какой-то свежий или он уже меняный то вот этих вот приливчиков там не будет кстати он здесь сороковой в случае с карбюратором на механическом приводе я бы предпочел 50 так и здесь у нас еще есть неприятность некая когда мы дрессилируем то вторая камера у нас закусила а первая камера у нас начала работать только после того как я ее тут помучил потому что она тоже была заклинившая ну благо что она начал работать у нас 2 еще придется возиться чтобы ее оживить вот у нас винт по системе холостого винт количества который приоткрывает дроссель нередко он является виновником того что дросселя закусывает вот если он как здесь сейчас не касается дроссель закрыт и он там взял и при ржавел но не то что переживала окислился от влаги и вот эти вот влажные окислы его там зафиксировали и вот здесь вот вот этот винт упорный идите кстати он не соответствует завод заводской метки возможно его открутили уменьшили здесь и зазор и его закусила из-за того что не было технического зазора и теперь для меня это проблема у смотрите точно видно что зазор чека нету вот нехорошие люди вот это вот сделали теперь у меня проблемы с этим карбюратором так дальше еще признак выбора старого это вот это вот отливка для возврата дросселя второй камеры пружинка обычная привычная нам это еще старые версии когда вот такая вот натяжка была со временем она пропала и здесь появился крюк так вот это вот крепеж тросика подсоса у нас такой вот незамысловатый очень простой такс по системе холостого хода вот у нас винт качества сейчас откручиваю покажу эти модные винты качества которые есть на выборах мне лично очень нравится потому что у него большая головка большой шлиц и ими очень удобно регулировать холостой ход потому что когда мотор там трясется вибрирует хотя не должен как бы то легко сюда попасть и очень удобно регулировать красивая вот иголочка но без резинок есть такой вот нюансик до что особенно когда сильно выкрутишь он там немножечко может вот так вот болтаться и какие-то подсосы воздуха он дает систему холостого хода обедняя эту самую систему холостого хода и по ходу немножко переходная система тоже у вас будет обедняться дополнительно воздухом такс вытягиваем малые диффузоры малые диффузоры как я говорил четверочки маркировка на одном есть на втором тоже есть вот такие вот с дефектами литья все как мы любим из прошлого из качественного прошлого материал здесь по-любому хороший ну как видим литьевая обработка оставляет желать лучшего тем не менее четверочка это тот который вон с отверстием с иконостатом вот она тоже есть хотя в этом карбюраторе иконостата нет ни в первой не во второй камере штука не нужная однако у этого малого диффузора по сравнению с диффузором троечка с половинкой есть один прикольный бонус вот у меня есть в разрезе вот эти вот малые диффузоры здесь у меня справа троечка с половинкой а слева четверочка и вот смотрите троечка с половинкой имеет здесь вот серьезное заужение и вот это заужение получается является бутылочным горлышком которое ограничивает максимальную пропускную способность малого диффузора соответственно на первой камере когда он стоит ну или во вторую камеру может вы его воткнули он будет работать до определенного количества оборотов после чего смесь начнет сильнее и сильнее объединяться четверочка имея тот же профиль не имеешь штифта да у нее есть до сверлены до конца канал но у нее вот этот вот канал для смеси он у нее более большой соответственно пропускная способность выше и на этом малом диффузоре можно идти дальше по оборотам но нужно соответственно подкорректировать состав смеси для того чтобы жиклеры и на верхах работали достаточно хорошо такая вот интересная фишка у этих малых диффузоров посмотрим теперь на заглушки и мелкие жиклера жиклер холостого хода его конечно мелким не назовешь вот по книжке у него должна быть маркировка размер 45 здесь я что-то не вижу вот и он еще такой побитый по-видимому по-видимому он уже видал жизни и не хочет он совсем уже откручиваться он смотрите отвертка его и он вместе с жиклером короче тут закис вообще конкретно надо брать либо на термические расширения его в морозилку для профилактики либо брать газовую горелку и термическими расширениями работать ну в общем я это дело попробую может быть я его освобожу жиклер переходной системы 2 камеры 60 как и положено по книжечке хотя на их привод я бы поставил наверно 75 где-то так ну то же самое что и на привычном нам по зоне семерки так если посмотреть на систему ускорительного насоса то здесь ничего экстраординарного она внутри точно такая же как и на озоне на пятерки на других выборах ну короче один в один даже не буду тратить ваше время кулачок и здесь тоже как на озоне семерки и на пятерки с двумя наплывами то есть впрыск когда будет идти дальше к второй камере будет дополнительный впрыск из печального и неприятного это то что нету отбора разрежения вот здесь вот нету штуцера для того чтобы поставить нормальное электронное зажигание для того чтобы с помощью вакуума давалось дополнительное опережение угла и соответственно на переходных режимах иметь хороший дополнительный бонус по мощности вот такой вот у нас получился небольшой обзор карбюратора если сделать разборку еще вот этих частей тоже абсолютно все то же самое что и и у других озонов и выборов доазовского производства основные отличительные черты я вам озвучил и последнее для самых терпеливых это вот здесь вот одна интересная фишка итак если вдруг кто-то из вас является таким оригинальным человеком который хочет сделать себе максимально такой реставрационный экземпляр интересный вариант то вы поняли как это сделать с помощью винтов да нужно найти правильные винты в том числе можно сделать интересный карбюратор который будет выглядеть как старый оригинальный выбор благодаря в том числе вот этим вот винтом но внутри он будет типа как слипер прокачанный карбюратор вот а снаружи но совсем как обычный вот но если вы прям вообще хотите такой вот мега реставратор и ищите прям все что было в оригинале то если вы найдете вот такую вот диафрагмочку то вы очень близки именно к тому моменту вот видите здесь есть такая дополнительная вот она такая как уплотняшка манжетка она из мягкого материала для обеспечения герметичности и вот что меня удивляет я уже не первый раз сталкиваюсь с этими диафрагмами пускового устройства именно олдскульными и они такие мягенькие вот они еще там семидесятых максимум восьмидесятых годов и она абсолютно я бы сказал рабочая по своему телу материала но но она толком не рабочая потому что видите срез какой в данном случае почему-то она вот так вот срезана и здесь оттиск который обеспечивает герметичность проходит через вот это вот место хотя смотрите здесь вот видно что прижатие было то есть она рабу ups а на этом месте у меня кончилась пленка ну в общем вы поняли да что если вы нашли вот такую диафрагм очку то вам повезло что скорее всего стих давних времен в него вообще не лазили так и вот сейчас этот озон а я зон выбор шестерочка у меня переживает тюнинг потому что будет установлена интересную машинку в будущем и здесь как раз в пору того что нет у него иконостата показываю что у него также нету сверления под иконостат и здесь нет пломбы свинцовой под иконостат соответственно ну в общем как и нету здесь отверстия под иконостат в общем вы поняли что вот этот вот в данном случае выбор шестерочка вот такой вот полноценно без иконостатные хотя я уверен что есть и другие выбора шестерочки на которых иконостат есть вполне возможно это соседняя модификация выбора шестерки которая идет у нас по табличке